Как включить автоматическое обновление WhatsApp? Открываете свой WhatsApp, затем в правом верхнем углу нажимаете на три точки и выбираете настройки. Здесь пролистываете и находите раздел, который называется «Обновление приложения». Открываете его и теперь здесь мы можем выставить необходимые для нас настройки. Если мы включим вот эту вот первую настройку «Автоматически обновлять WhatsApp», для этого с правой стороны нам надо передвинуть вот этот ползунок вправо, то все обновления WhatsApp будут у нас скачиваться автоматически. Вторая настройка «Разрешить скачивание обновлений в любой сети» позволяет скачивать обновления для WhatsApp через мобильный интернет в то время, когда Wi-Fi недоступен. Но при этом надо понимать, что этот трафик у вас не будет бесплатным. То есть если при использовании мобильного интернета на ваш WhatsApp будет скачиваться какое-то обновление, и если это обновление довольно тяжелое, то естественно, что вы потратите больше вашего мобильного интернета и заплатите больше денег. Поэтому прежде чем включать эту вторую настройку, подумайте, насколько вам это необходимо. Если вы не хотите тратить свой мобильный интернет на скачивание обновлений WhatsApp и хотите для этого использовать только Wi-Fi, то вот эту вторую опцию можно в принципе и не включать. И теперь давайте перейдем к третьей опции. В самом низу называется она «Уведомление». Если ее активировать, то вы будете получать уведомления каждый раз, если в WhatsApp будет какое-то обновление. Я думаю, что это очень удобно, поэтому я тоже ее включу. Для этого просто вот здесь вот справа передвигаем в правую сторону ползунок. Помимо этих важных настроек есть еще два запасных варианта. Ну, например, может быть будет какой-то сбой или баг в самом WhatsApp, и эти настройки временно не будут работать у вас. Но при этом WhatsApp надо всегда обновлять, потому что без обновлений WhatsApp устаревает, и у вас не появляются какие-то новые функции. И вот в том случае, если вдруг произошел какой-то сбой в WhatsApp, и вот эти вот функции недоступны и временно не работают, тогда вы можете открыть Google Play Market и прямо там проверить, есть ли обновления для WhatsApp. Нажимаете «Подробнее» и здесь уже смотрите. Среди списка других приложений, которые тоже требуют обновления, есть ли в этом списке WhatsApp. Ну и потом либо выбираете сам WhatsApp, нажимаете «Обновить», либо просто нажимаете «Обновить все», и у вас обновлятся все приложения, включая WhatsApp. Ну и кроме этого запасного способа есть еще один. Чтобы им воспользоваться, на своем телефоне вам надо найти значок вашего WhatsApp-мессенджера, удерживаете его пальцем, у вас откроется вот такое дополнительное окошко, затем в этом окошке в правом верхнем углу нажимаете на вот этот круглый значок. После этого у вас открываются настройки вашего WhatsApp, здесь пролистываете до конца и открываете раздел «О приложении в магазине». Приложение загружено из Google Play, вот сюда вот. И после этого непосредственно вы перейдете к вашему WhatsApp-приложению в самом Google Play Market. Ну и если здесь вы видите, что ваш WhatsApp требует обновления, вот как в моем случае, вот эта вот кнопка «Обновить» она, видите, активная, синего цвета, тогда просто нажимаете на эту кнопочку и ждете, когда загрузится обновление для вашего WhatsApp. Вот такие вот важные и полезные настройки для того, чтобы ваш WhatsApp никогда не устаревал и для того, чтобы на него всегда устанавливались новые обновления и новые функции. Пользуйтесь!